Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании прав комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО в режиме видеоконференц-связи под председательством заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. С докладом о состоянии проблемах развития топливно-энергетического комплекса выступил министр энергетики России Николай Шульгинов. В рамках обсуждения был обозначен основной круг существующих проблем в данной отрасли и приоритетные направления для решения задач. Второй вопрос – повестки механизмы поддержки инвестпроектов в СКФО. Наибольший вклад в валовый региональный продукт вносит отрасль сельского хозяйства. Немалую долю и туристическая сфера. Правительство Карачао-Черкесии уже активно работает по заданным на заседании направлениям. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 11 350 человек. Из них 7 461 выздоровели и 916 госпитализированы. Сердце – это главный орган у человека. Оно может все плакать, смеяться, переживать и надеяться. И порой именно плохие эмоции выводят его из строя. А как сердечно-сосудистая система справляется с новой коронавирусной инфекцией? Какое оказывает влияние? И как отличить COVID-19 от сердечного приступа? Ответ на эти и другие вопросы узнавала Альбина Ламкова. Несмотря на пандемию COVID-19, основной причиной смерти во всем мире по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания. Более того, известно, что наличие этой болезни в среднем в 2-3 раза повышает риск неблагоприятного исхода при коронавирусной инфекции. Поэтому позаботиться о своем сердце каждому из нас сегодня необходимо еще больше. А как это сделать, мы узнаем здесь, у врача-кардиолога. Весь мир захвачен пандемией. Но медики не забывают об основных своих пациентах с хроническими болезнями. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они в группе риска. Валентине Зубковой, 83 года. В ее окружении много знакомых с различными патологиями сердца, которым нужна помощь и внимание. При том, что отличить коронавирусный приступ от стенокардии или инфаркта достаточно сложно. Симптомы схожи. В обоих случаях беспокоит боль за грудиной, учащенное сердцебиение. Здесь не надо гадать. Только врач сможет определить точный диагноз. Не нужно ждать и терпеть болевой синдром. Нужно прежде всего вызвать скорую помощь, чтобы сняли кардиограмму и в случае необходимости оказали первую помощь. Это что госпитализация и медикаментозное лечение. Но если случилось, что у человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями все же обнаружили коронавирус. Дальнейшее развитие болезни будет напрямую зависеть от площади омертвения ткани органа. Итог инфаркта – сердечная недостаточность разной степени тяжести, говорит врач. В настоящее время отработаны разные схемы лечения. Самое главное – учитывать взаимодействие между лекарственными препаратами. Практически все противовирусные лекарства обладают кардиотоксичным действием, отметила Гара Михайловна. Гидроксихлорохин и азитромицин. Очень часто мы сталкиваемся в назначениях. Это тоже приводит к развитию аритмии. Поэтому огромная просьба к пациентам, к врачам, коллегам, докторам, ко всем медикам – рациональное назначение медикаментозного лечения. Правильная схема лечения с учетом сопутствующих заболеваний – залог успеха и победы над коронавирусной инфекцией. Но самое верное – это соблюдение всех норм и правил СанПИНА, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19, отметила врач. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк Продолжаем выпуск. Качественное горячее питание детям. В общественной палате Карачаева-Черкесии прошла региональная конференция совершенствования системы питания в образовательных организациях республики. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования, Роспотребнадзора, общественных организаций и наш корреспондент Алихан Левшоков. Данная встреча позволит обсудить эффективные модели и практики управления организацией питания в образовательных учреждениях нашего региона, отмечают участники региональной конференции. Представители общественной палаты Карачаева-Черкесии отметили, что с введением закона об обеспечении бесплатного горячего питания в школах был проведен мониторинг, в ходе которого проверяли качество еды и соответствие столовых требованиям САМПИНА, а также их оснащение необходимым современным оборудованием. Я знаю, что в этом году, начиная с сентября месяца, общественный контроль, осуществляемый и Народным собранием Карачаева-Черкесской республики, и Уполномоченным по правам человека, и Общественная палата нашей Карачаева-Черкесской республики, осуществляли такой мониторинг общеобразовательных учреждений. С 27 сентября у нас в Общественной палате действует горячая линия. Министр образования и науки по Карачаево-Черкесии Инна Кравченко подробно рассказала об оснащении пищеблока в школьных столовых качественными продуктами. Также были затронуты вопросы, касающиеся нормирования питания в образовательных организациях и применения типовых меню. 1 сентября 2020 года во всех образовательных организациях республики для учащихся младших классов, а это 24 тысячи детей, организовано одноразовое горячее питание. В настоящее время подготовлен проект постановления правительства республики об обеспечении бесплатным питанием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с 5 по 11 классы, посещающих школу, и такой контингент у нас набрался в количестве 1300 школьников. Руководитель Роспотребнадзора республики Сергей Бескокотов особо обратил внимание на продукты местного производства, в которых содержатся необходимые витамины и минералы, а еще на типовое меню и особенности организации питания для детей с хроническими заболеваниями. В санитарных правах имеются данные возможности дополнительного обогащения рациона витаминами и микроэлементами. Так, сегодня в некоторые продукты и готовые блюда могут добавляться специальные витаминно-минеральные примиксы, предварительно смешанные сухие компоненты. Дополнительно учащиеся могут получать витаминизированные напитки. С начала 2020 года для приготовления блюд должна использоваться только ядированная поваренная соль. Йод относится к жизненно важным элементам, но в России практически нет территории, где бы не было дефицита йода в почве, воде и местных продуктах. Важно отметить, что Карачаево-Черкесия получила высокую оценку по организации горячего питания для школьников в ходе проведенного мониторинга в регионах России. Собравшиеся уверены, что она была получена благодаря слаженной работе различных ведомств республики. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. В Черкесии наградили победителей диктанта победы. Это одна из самых масштабных акций, которые «Единая Россия» провела в год памяти и славы. В диктанте приняли участие более полутора миллиона человек по всему миру. В Карачаево-Черкесии диктант победы написали более двух с половиной тысяч человек. Он прошел на базе учебных заведений во всех городах и районах республики. Свои знания о событиях Великой Отечественной войны проверили депутаты всех уровней, члены правительства Карачаево-Черкесии, главы администрации, городов и районов, студенты, школьники, жители республики. Участники ответили на 25 вопросов теста, 5 из которых на региональную тематику. Они касались не только истории, но и искусства, а и культуры периода Великой Отечественной. По итогам пятеро жителей республики стали региональными победителями. Участники, набравшие максимальное количество баллов, получили дипломы и памятные подарки. У нас в этом году диктант проходил в особых условиях. Это тоже наложило свой отпечаток. Но мы с этой задачей справились. Максимальное количество людей, заинтересованных и желающих принять участие, приняли в этом диктанте участие. И хочу сказать, что Карачаево-Черкесия и в прошлом году мы заняли третье место по количеству правильных ответов по всей стране. И в этом году Карачаево-Черкесская республика выступила достойно. Такие мероприятия, конечно же, должны проходить чаще. Они доказывают нам и показывают, чего мы достигли. Конечно же, мы готовились и, к счастью, мы достигли таких результатов. Мы продолжаем рубрику «Наше наследие», в которой рассказываем об исторических и культурных памятниках, расположенных в Карачаево-Черкесии. Одним из них является монумент памяти черкесов, погибших в Кавказской войне, установленный в ауле Алибердуковском. Подробности материали – шерифат Лепшоковой. История этого памятника довольно необычна. Он был установлен не по инициативе муниципалитета, как это часто бывает, а по зову одного неравнодушного сердца. И вот уже более 30 лет сюда приходят люди, чтобы вспомнить о тех трагических годах Кавказской войны. 21 мая – особая дата в жизни каждого черкеса. В этот день, по традиции, отдаётся дань памяти предкам, сражавшимся за свою землю. Их отчаянно храбрость и мужество, когда бесславные жизни боялись больше, чем смерти, и сегодня вызывают чувство неподдельной гордости и вместе с тем горечи от осознания того, сколько жертв принесла война. Тысячи людей приходят и к уже ставшему знаменитому кургану, где установлен камень, на котором высечены символы черкесского флага. Есть здесь и плиты с названиями 12 адыгских племён. Но так было не всегда. В 89-м году тогда ещё 35-летний местный житель Михаил Хутов начал интересоваться историей своего народа. Узнав, насколько кровопролитной была та война, он решил, что необходимо установить памятник. Памятник доблести и бесстрашию свободолюбивых мужчин, с лёгкостью отдававших своей жизни, и женщин, порой сжигавших себя вместе с имуществом, чтобы не достаться противнику. Михаил Хутов тогда не задумывался, что это был бы первый в мире мемориал жертвам Кавказской войны. Подумали и поставили сперва вот этот валун, памятник вот этот, стащили с горы на тракторе. И сами написали на куске железа, выбили зубилом буквы, текст сами составили. И, короче говоря, памятник был поставлен в мае месяце 89-го года. Через два месяца табличку вырвали, а камень приволокли к нему во двор, объяснив это тем, что не получено специального разрешения. Но не был бы Михаил Хутов потомка прославленных горцев, если бы так легко сдался. Трижды он поднимал валун наверх, и трижды его спускали вниз. Дело дошло до тогдашнего руководителя Ставропольского края Лесниченко, который был вынужден объяснять сложившуюся ситуацию корреспондентам известий, выходившей тогда многомиллионным тиражом, выступив в защиту энтузиастов. Вместе с тем угрозы от властей в адрес братьев продолжались. Они приходят, два часа меня вудят, поднимают. Я выхожу, я говорю, в чем дело? Вот так, вот так, говорит, со Ставрополя. Как бы приехал, говорит, если, говорит, эту ночь не уберете вот этот памятник, плохо будет вам. Ну, я действительно переживал. Пошел до брата, мы рядом так живем, разбудил его. Он говорит, в чем дело? Вот так, вот так, с райкома приехали, немедленно надо снять. Кто, говорит, приехал? Вот это, вот это. Пусть, говорит, сражают меня. Не уберем все. Черкесы, верные горским традициям, сражались до последнего вздоха. Через 125 лет после окончания Кавказской войны их память отстояли уже потомки. Сегодня на месте первого валуна создан мемориальный комплекс, в состав которого входит и музей, где собраны старинные предметы быта. И, что немаловажно, коллекцию пополняют неравнодушные люди со всей республики. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Хаббесский район. Это все Вести. До встречи и приятных вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!